Вы смотрите Город Эсс, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Российский закон о предприятиях и предпринимательской деятельности 1991 года закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность как индивидуально, но не применяя наемный труд, так и создавая предприятия с привлечением наемных работников. К чему я все это говорю? Дело в том, что сегодня отмечается День российского предпринимательства, в связи с чем мы и собрались в этой студии. Знакомьтесь, пожалуйста, с нашими гостями. Андрей Сапожников, заместитель директора Самарского бизнес-инкубатора, и Юрий Тюшев, бизнес-тренер, председатель правления некоммерческого партнерства Института обучения через опыт. Добрый день. Добрый вечер. Ну, наверное, я должна поздравить вас с праздником в первую очередь, да? Ну, скорее, это праздник не совсем наш. Вот чей все-таки он? Это все-таки, да, День российского предпринимательства, и это день тех людей, которые выбрали путь создать свой собственный бизнес, открыть свое собственное дело и взять на себя такую большую-большую ответственность. А мы как раз занимаемся их, так скажем, помощь этим людям и создание условий, чтобы им было легче, быстрее и, самое главное, эффективнее здесь и сейчас развиваться. Ну, тогда получается, что с праздником мы еще раз поздравляем всех самарских предпринимателей, бизнесменов, и, собственно говоря, обращаясь к ним, хочу еще раз сказать, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22 это телефон, вы можете звонить и задавать ваши вопросы, но предложения тоже принимаются, да? Совершенно верно. Итак, если, например, взять маленькую Италию, то там практически в каждом малюсеньком городке, наверное, 90% населения занимается, у каждого есть свой бизнес. И этот бизнес пополняет казну городскую и так далее. Как в Самаре? Насколько малый и средний бизнес у нас эффективно представлен? Ну, вопрос, надо тогда понять критерий, что такое, мы скажем, эффективно, ну, вот 90% это хорошо или это плохо, да? Вот надо просто... Давайте количественно тогда спрормируем, да? Ну, смотрите, да, в Самарской области у нас 122 тысячи субъектов, ну, как это мы называем, малого и среднего предпринимательства, да? Это достаточно большая армия тех людей, которые вот занимаются предпринимательством. Но при этом все равно считается это недостаточно для развитой экономики. Ну, традиционно, условно, у нас сейчас мы, по некоторым оценкам, это 20-25% занятых в предпринимательстве, которые создают так называемый валовый внутренний продукт. Ну, условно, все, что производится в стране, вот предприниматели у нас делают 20-25%. Хорошо было бы, чтобы они делали 70-80%. Хорошо было бы, чтобы там были заняты 50-60% населения. У нас сейчас это там 10-15%. Поэтому у нас есть куда расти, вот. Самара неплохое место занимает, да, ну, по сравнению с другими городами. Вот, ну, на мой взгляд, сравнивать то, что, ну, лучше мы, хуже мы и так далее. Ну, это не наша задача, это более не сегодня, да? Мне кажется, наоборот, да, создавать условия все максимально комфортные, максимально интересные, вот это наша задача. И это есть такое понятие, как вот рейтинг дует бизнес, да, то есть как легко делать бизнес в городе, создание вот этой комфортной предпринимательской среды. Вот это задачи города, это задачи Самары, это задачи, там, правительства Самарской области, чтобы у нас было легко и просто делать бизнес. То есть все-таки наше правительство понимает, что развитие малого и среднего бизнеса – это приоритетная задача? Да, и при этом ставит эти задачи во всех документах, в стратегиях, как вы помните, у нас и стратегии города есть, и стратегии социально-экономического развития Самарской области, и ИРФ. Ну, и вообще весь наш антикризисный план, да, намечен как раз на создание предпринимательства. Андрей, я бы от себя, вы знаете, еще о чем сказать хотел, добавить, что представление предпринимательстве как просто источники внутреннего валового продукта, и, соответственно, если мы говорим про бюджет города или там региона, это налоги, то мне бы хотелось вот сказать, что есть такой, значит, вид деятельности пчеловодства. Так вот, многие представляют, что пчеловодство – это то, что там мед производится, но мало кто знает, ну, это известный, общеизвестный факт, что от пчел в 10 раз больше пользы не потому, что они приносят мед, а потому, что они опыляют вокруг себя цветы, и потом создается дополнительная продукция. Ну, вы сейчас про занятость хотите сказать? Я хочу сказать, да, я хочу сказать, что очень важная составляющая в предпринимательстве – это новые рабочие места, которые создает предприниматель. Ведь сами люди, ну, есть такой вид самозанятости, но это небольшая доля. И тот человек, который, например, мы вспоминаем Италию, ваш пример, что это, если кто-то, какой-то булочник создал дополнительное рабочее место, то все местные жители жмут ему руки, благодарят его, потому что для них значение нового рабочего места – это и есть большое значение для маленького города. Поэтому предпринимательство – это, что называется, не только доходы в бюджет, это еще и очень много таких побочных эффектов, на которые надо обращать внимание. А у нас жмут руки, благодарят? Начинают жать. Я бы сказал так, что мое ощущение, что вот все больше и больше людей начинает с большим уважением относиться к предпринимателям. Не просто как, ну, вот какие-то люди, которые там богаче, чем я, и меньше начинают завидовать, а больше начинают вовлекаться в эту деятельность. Я бы, вы знаете, мы вот в городе проводим там четвертый год подряд, так называемый предприниматель года. В конце ноября мы собираем и чествуем тех, кто не только открыл свой бизнес, но еще и помогает другим, да, реализует такую социальную ответственность, благотворительность, да, и видно, что предприниматели потихонечку сами начинают с собой гордиться. Появляются клубы бизнес, бизнес-клубы разные, да, клубы предпринимателей, молодых, не очень, отраслевые, да, и мы видим, что если есть сообщество, да, то если они появляются, они структурируются, да, то это означает, что, наверное, да, появляется вот такой вот пласт, да, или класс, условно говоря, да, предпринимателей. А вот население, я бы сказал еще, ну, я не хочу противопоставлять, да, но у нас есть большая задача по пропаганде, условно говоря, предпринимательства, вот этого позитивного имиджа, о том, что предприниматель, ну, не только тот, соглашусь, да, с Юрием, кто, ну, как бы что-то продал, что-то купил, и наоборот, да, предприниматель тот, кто предпринимает какие-то действия новые, что-то ищет какие-то ниши, да, помогает, да, и вообще это, ну, такой вот точка роста должна быть, да, в городе, в... не только в городе, да, не обязательно же мы про город, да, говорим. Поэтому, мне кажется, имидж пока еще не совсем положительный. Да, ну, давайте тогда для более полного погружения в тему еще такой вопрос. А каков портрет самарского предпринимателя? И, честно говоря, наверное, он по России-то примерно одинаковый, да, вот, Юрий Вениаминович, вы много ездите, видите, кто в основном сегодня открывает свой бизнес? Мне представляется, что сейчас очень заметный такой тренд, он, причем, с каждым годом увеличивается, все больше и больше молодых людей начинают всерьез рассматривать свою жизненную карьеру в сфере предпринимательства. То есть они для себя строят такую вот жизненную стратегию, именно предпринимательскую. Вот, и это очень заметное явление, причем особенно это проявляется в сферах, связанных с интеллектуальными видами деятельности. То есть молодежь больше тяготеет к формам создания каких-то особых результатов интеллектуальной деятельности, коммерциализации этой деятельности. И вот это очень заметный тренд для молодежи. То есть я думаю, буквально вот 3-4, наверное, 5 лет, это прямо вот заметно, каждый год все прибавляет, прибавляет количество молодых людей, которые сознательно выбирают для себя этот путь. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что во многом это ведь обусловлено тем, что после окончания, предположим, вуза человек не может найти работу по своей специальности и начинает проявлять себя где-то в другом направлении. Ну, здесь я бы поспорил. Нет, я не знаю, хорошо это или плохо. Я к тому, что поспорю, ну, во-первых, да, сама позиция о том, что, а должен ли он работать по специальности, ну, как бы, это большой вопрос. С другой стороны, и сама система образования должна тоже перестроиться, потому что мы много уже все дискутируем. По-моему, все последние годы только это и делали, что перестраиваются. Да, совершенно верно, перестраиваются и так далее. И там, да, и все вот мировая общественность и так далее. Понятно, что нужно уходить там от классно-урочного системы образования. Мы недавно смотрели о том, что 200 лет назад были классы, где учились люди, ну, группы, да. Да, все люди разные, вот 200 лет назад они учились, 100 лет назад они учились, и сейчас так же учатся. Классно. Да, а мир-то изменился, да. Что-то произошло по-другому, количество знаний обновляется чаще, чем пишутся учебные планы. И я не с претензией, я просто к тому, что это вызов, это перед всеми вызов. Да, это в том, что сейчас там массовые курсы онлайн, да, вот это массовое обучение, когда учатся на курсе там не 30 человек, не 100, а там 3 тысячи, 200 тысяч. И наши вузы тоже должны выходить на эту тему. И самые известные там вузы, которые развивают предпринимательство и обучают предпринимательство. У нас, например, в России их практически нет. Ну, как бы это к тому, что это еще есть задача, которая вот здесь и сейчас. Есть чем вам еще заняться и начнем подумать. Да, и большой вот момент о том, что вот этот классический вариант предпринимательства рождаются или становятся. Понятно, что есть и такие, и такие. И важно и тем, кто родился предпринимателем, создать условия, и он сам пробьется, и поддержать, да, как говорят, национальных чемпионов. Ну, и важно и тех, ну, как бы дать возможность тем, кто просто захотел, ну, без таланта, да, наработать свои навыки. Они тоже вполне нарабатываются, и это как раз тема наша. Как раз мы занимаемся тренингами, семинарами, обучением, вот этими инструментами развития. А сейчас это называется ускоренными программами, да, то есть это так называемая акселерация, то есть ускорение. И вот сейчас есть тема не просто бизнес, инкубирование и так далее, а тема в том, что важно выигрывает тот, кто делает быстрее. Поэтому вот важно ускорение в развитии, ну, и вообще во всем мире вот это такая большая-большая тема. И хорошо, что мы это вот сегодня, в День российского предпринимательства, вот обсуждаем. А я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Только что мы выяснили, что мы здесь сейчас обсуждаем. Напомню тем, кто только что подключился, что сегодня у нас в гостях Андрей Сапожников, заместитель директора Самарского бизнес-инкубатора. И Юрий Тюшев, бизнес-тренер, председатель правления некоммерческого партнерства, Институт обучения через опыт. Если вы хотите открыть свое дело или вам нужен совет по делу, который уже работает, есть еще какие-то вопросы, звоните, пожалуйста, к нам в студию. Ну, вернемся давайте к празднику. Для чего-то он все-таки придуман, да, и, как правило, праздник хочет с подарков. Какие подарки получат предприниматели города? Ну, здесь, наверное, больше я расскажу. У нас есть цикл мероприятий. Мы традиционно делаем ко дню российского предпринимательства, администрацию города, да, вот профильный департамент по предпринимательству, делать большой вот цикл мероприятий. То есть мы как раз с 15 мая по 15 июня целый месяц отмечаем, да. Основное, уже у нас прошли, это и деловые игры со школьниками, и специализированные выезды в районы, ну, то есть не только там в бизнес-анкубаторе, в администрации города, но и по районам Самары проехались с консультациями, надзорных органов, налоговые приезжали, представители там прокуратуры, объяснили, как, что предприниматель защищает свои права и так далее. У нас прошла специализированная первая выставка по бизнесу для городского хозяйства. Мы представляли вот наработки самарских предпринимателей нашим новым управляющим компаниям в сфере ЖКХ, благоустройства. Соответственно, прошла уже встреча с нашими гостями из дальнего зарубежья, которые нас интересуют, да, так называемые, инвесторы. И сейчас, вот мы сегодня, да только что сейчас приехали с площадки, готовим в МТЛ-арене большой форум вместе с правительством Самарской области, который завтра откроется в 8.30 утра, откроет двери, да, потому что программа насыщенная, к нам приезжают федеральные бизнес-тренеры, региональные бизнес-тренеры, у нас большие площадки, проанонсируют, да, вот что будет самого интересного. Завтра у нас и как раз чествование предпринимателей и премия от губернатора Николая Ивановича, соответственно, будет вручать на пленарное заседание. У нас предусмотрены и телегостинные, я очень благодарю телекомпанию ГИС, которая согласилась принять участие в завтрашнем мероприятии. Нам очень приятно. Вот. Когда мы будем обсуждать глазами бизнес-тренеров, как развиваться предпринимателю здесь и сейчас, потому что не всегда сам про себя можешь легко все, да, рассказать. Иногда взгляд со стороны тоже важен. И мы тут региональный клуб бизнес-тренеров работает. Завтра у нас выставка и вообще выставка в сфере, бизнес в сфере гостеприимства, потому что, как мы знаем, в Самаре будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 году. И мы в этом году вместе с правительством делаем такой фокус на том, что как предприниматель может помочь, да, подготовиться городу-организатору такого большого масштабного события. Не очевидны многие вещи, которые вот скрываются, то есть, ну, за простым взглядом. Ну, то есть, например, вот сувенирная продукция, какая она должна быть? Как правильные, да, какие есть правила? А там их огромное количество правил. Город-организатор, а кто должен учить язык английский? Будут ли у нас вот таксисты? А кто их научит английскому языку? То есть, еще есть время подключиться у желающих, поучаствовать в этом? Огромные, конечно, огромные задачи. Вот такая выставка, такие дискуссии. И с министром, да, министром экономического развития инвестиций и торговли. Это и директорат по подготовке города-организатора. То есть, у нас готовы принять тысячу человек в «Антейл-арене». Вот, и, конечно, вот наша такая еще, ну, как я ее называю, фишкой, да, мероприятия – это интерактивные форматы. И я здесь вот рад, что у нас вот Юрий прилетел из Санкт-Петербурга как раз по проведению игры в сфере вот коммерциализации интеллектуальной деятельности, ну, не простой, а в сфере агробизнеса. То есть, мы соединяем город и, вот, так скажем, тему сельского хозяйства. Поэтому, наверное, вот Юрий лучше прокомментирует, что это такое. А вот давайте мы тогда немножечко таким образом поступим. Вы сказали, что уже, в общем, мероприятия к этому дню начались, и уже идут аж с 15 мая, и прошли деловые игры. Давайте посмотрим сначала видео одной такой деловой игры, и как раз продолжим наш разговор. С чего начать свой бизнес и как успешно работать на самого себя? Ответы на эти и другие вопросы самарские старшеклассники получили, участвуя в деловой игре «Смогу ли я стать предпринимателем?». Интеллектуальное состязание прошло в самарском бизнес-инкубаторе. Деловая игра входит в цикл мероприятий, посвященных Дню российского предпринимателя, который отмечается 26 мая. Ребята смогли узнать о том, кто такой предприниматель, какие перед ним стоят задачи, и почему в бизнесе не обойтись без ораторского искусства. Я в будущем хочу завести свой бизнес, и поэтому мне было очень интересно послушать так, что они делали, с кем проблемами они сталкивались, чтобы в дальнейшем не повторять ошибки. У нас мероприятия профориентационные для старших классов, мы хотим их направить не только выбирать менеджеров, бухгалтеров и банковских служб, но еще заглянуть в такую стезю, как предпринимательство. Такая вот небольшая видеозарисовка. Вот Андрей сказал, что предпринимателям, ну дай бог, можно родиться, а можно и не родиться, можно им стать. И тем не менее стать им не очень просто, поскольку нет специального обучения. Вот вам как гуру, наверное, в этой области вопрос, что делать-то, как обучиться? Вообще вот есть такое понятие проявления способностей, то есть не всегда ведь человек знает, на что он способен, и поэтому попадая в определенные условия, он иногда сам удивлен, как у него что-то получается. Многие открывают себе какие-то таланты. Это лучшая мотивация, наверное, да? Да, это лучшая мотивация. Так вот вопрос, как создавать такие условия, в которых это талант к предпринимательству, а надо вот чаще говорить о том, что в предпринимательстве тоже существует талант. Это целый комплекс навыков, знаний, вот это не просто какая-то там, не знаю, одаренность. Вот. И очень важно, мне представляется, что лучшая среда, где можно проявить себя как предприниматель, причем с минимальными рисками, это деловая игра. Я очень рад, что здесь, в Самаре, проводятся деловые игры, и я с большой любовью создаю эти игры, провожу, и завтра у нас такая игра большая, однодневная будет создаваться, где я очень надеюсь, что приедут специально большое количество молодежи из районов Самарской области. И поэтому агробизнес. Да, да, именно поэтому агробизнес, и мне очень кажется, что вот мне бы хотелось, чтобы и молодежь здесь, из города, увидела невероятные возможности именно в агробизнесе. Мне вот представляется, что сейчас такой важный переломный момент, и если кто-то задумывается... Когда у нас нет импортных продуктов, самое время делать свои, в том числе. И не только, дело в том, что это только часть агробизнеса производить продукты питания, потому что есть еще то, что называется обслуживание вот этого основного производства, А это все, что угодно, и в том числе очень высокотехнологические решения, связанные с робототехникой, с обеспечением энергетикой, потому что, например, как сделать так, если это отдаленная ферма, как обеспечить ее энергией. Невероятное количество возможностей в области производства биогаза, которые мы просто настолько отстали в мире, настолько у нас невероятные в этой области возможности. Вот, это все реальный бизнес, который... Никогда бы не догадался. Да, и это все нужно, очень нужно сельскому хозяйству. Это огромное количество программистов, которые могут заниматься решением очень сложных для сельского хозяйства логистических задач. То есть, не обязательно идти в коровник, там, на поляк? Более того, я убежден, что именно город, переосмыслив свои возможности, откроет новую страницу в сельском хозяйстве. И более того, только высокотехнологический бизнес, высокоэффективный, высокопроизводительный и решит все вопросы для России, связанные с независимостью продовольственной. И я бы тут очень добавил о том, что вообще и сельское хозяйство, и промышленность уже давно изменились. Наши, ну, как бы, стереотипы, которые почему-то вдруг до сих пор вот живут, и здесь я тоже, да... Информации мало, наверное, да? Да, о том, что, вы знаете, там, на завод, там, нужно обязательно быть, там, грязным, как-то все время, там, пачкаться, плохо себя чувствовать, плохо дышать, да, нужно поднимать большие... Ну, вообще все это. А сельское хозяйство, там вообще, там же вот по уши на букву «Д» в каком-то существе ты будешь, да? В навозе, в навозе. Да, в навозе, да, вот. Нет, это совсем уже другой вид бизнеса. И здесь и технологии, и вопрос в продаже. И вообще, ну, нет границы как таковых, да? То есть это не означает, что ты можешь работать только, там, на вот это вот маленькое село или еще что-то, да? Логистики такие огромные. Я просто вот на днях вернулся с Астанинского экономического форума, да? Где вот Казахстан, маленькая страна, да? Ну, вот там, старается большие-большие возможности делать, потому что они, ну, вынуждены это делать. Сейчас и город, наверное, тоже вынужден обратиться к эко-еде, да? И на территории города вопрос сельского хозяйства, это так называемые личные вот такие фермерские хозяйства, где даже на здании можно выращивать хороший экологически чистый продукт. Крайне востребованный сегодня. Да, и дома, и самоорошаемые структуры, и питательные вещества, и огромное количество. Но вопрос в том, что наука давно далеко ушла вперед. Но нужны те, которые найдут рынок, это те самые предприниматели, которые увидят эту бизнес-возможность, и пойдут ее делать, несмотря на что-то, вопреки чему-то, и потому что они просто хотят покорить весь мир. Возможностей огромное количество. Давайте о возможностях. У нас есть вопросы от зрителей. Вопрос к специалистам. В чем сегодня выгоднее развивать бизнес? Сфера услуг, торговли или же производства? Мария. Я отвечу сразу. Везде. Нету сферы, где... Понимаете, вам нужно выбрать ту сферу, где вам интересно, где у вас есть, я скажу такое слово, английское passion, да, такой страсть. Давайте русское. Да, это то, от чего вам не все равно, без чего вы не можете. То, чем вы можете заниматься круглосуточно и каждый день. Я знаю, что там ГИС, когда говорят, у нас все встретили, у нас здесь работают неравнодушные люди, те, кому все интересно. Я уже вот сейчас даже поняла, чем бы я хотела день и ночь заниматься. Да, вот, понимаете, если вы этим занимаетесь каждый день, а сфера это производство, услуги или еще что-то, совершенно неважно. Каждый найдет свою нишу, каждый делает. Конкуренция, конечно, нужно учитывать. Понятно, что есть ниши, в которых есть высокая конкуренция. Так найдите свое отличие. А сейчас есть прекрасные технологии бизнес-моделирования. Даже не нужно вкладывать деньги, нужно разложить все бизнес по кусочкам и сделать вывод, интересен или нет. Если неинтересен, переложите эти кусочки по-другому и посмотрите, как это работает. Андрей, по поводу денег, вопрос от Олега. На ваш взгляд, можно ли начать свое дело малой кровью, когда денег не очень много, например, торговлю? Где можно проконсультироваться, узнать хитрые ходы? Хитрые ходы, давайте обещали. Сейчас, да, скажу хитрые ходы. Во-первых, сейчас скажу, что у нас есть на территории Самары, Самарской области, мы вместе с Министерством труда ведем эту пропаганду по открытию своего дела в сфере социального предпринимательства. И 300 тысяч на открытии своего дела безвозмездно можно взять, год постараться, попробовать себя. Это, хоть в предприятии это и риск, но, по крайней мере, государство снижает эти риски. Сейчас также грант на открытие своего дела не только для молодежи и по линии Министерства экономики. Есть сайт линии-успеха.рф, есть сайт samarabusiness.rf, это нашего бизнес-инкубатора. 310, там, 34, 34 наш телефон, постоянно можно проконсультироваться, записываться на такие мероприятия, как сегодня. У нас есть электронные записи на все мероприятия, большинство из них бесплатные. Записывайтесь, ну, как бы консультируйтесь. А вот про секрет, про хитрые ходы. Вы знаете, я много консультирую так называемые акселерационные программы, где так называемые стартапы развиваются. Те, которые вот просто ничего с нуля стали пошли что-то делать, да, с команды. Вот сейчас, если, например, 20 лет, 30 лет назад задача была сначала что-то произвести, потом продать. Сейчас происходит наоборот, это нужно осознать. Сначала ты должен выяснить, что нужно, следить за своими потенциальными потребителями, посмотреть на рынок и от его запроса сделать прототип, тестировать и делать, что называется, предзаказы. И без денег можно сделать все, что угодно. И найти инвесторов. Я вам могу сказать, что, да, это большая ментальная, ну, то есть головоломка в голове у людей. Им всем кажется, что сначала нужно произвести, а потом приехать и так далее. Ну, вот надо менять немножко. Вы, кстати, Андрей, уже практически ответили на следующий вопрос. Евгения, хочу открыть свое дело, чем может помочь бизнес-инкубатор, собственно, достаточно подробно. А вот в связи с этим еще вопрос к вам, Юрий. Многие, наверное, хотят открыть свое дело, да, у многих есть желание, но немало и таких, кто думает, что это не важно. Ох, а как же, это же, ну да, я бы хотел, но это же так все сложно. Вот по поводу инфантильности желающих, тоже наверняка можете компетентно ответить. Ну, вы, наверное, говорите о страхах, то есть это естественное состояние, что когда человек меняет что-то в своей жизни. Ну, страх можно преодолеть или не преодолеть, а можно так и вот всю жизнь сидеть и думать, ох, наверное. Все время бояться, да? Да, и вот поэтому здесь есть, для современного мира, это не просто палочка-выручалочка, это более того показанный рецепт, который является, может быть, самым главным, с чего надо сейчас попробовать себя, двигаясь в сторону предпринимательства. Это попробовать работать в команде, потому что сейчас бизнесов-одиночки не существует в принципе, ни одного. Все бизнесы, все команды. Более того, немного приходится по роду своей деятельности общаться с инвесторами. Ну, то есть это те люди, которые выискивают начинающих предприятий, готовы вложить деньги, чтобы этот бизнес стал еще больше. Так вот, 100%, заметьте, не 99, не 95, 100% инвесторов говорят, мы в первую очередь смотрим даже не на бизнес-идею, а на команду, которая будет это делать. Допустим, они говорят, рассуждают так, они могут прогореть с этим бизнесом, ну, там, что-то у них не получится, но если это настоящая команда, они возьмутся за другую идею и вернут мне мои потерянные деньги, еще увеличат их количество. Но если, сколько бы я не дал в никчемную команду денег, все равно толку никакого не будет. Поэтому умение работать в команде, это и есть самая главная компетенция, умение разделять ответственность между собой и умение видеть единую цель. Вот это очень важная компетенция для этого. Поэтому партнерства, вот чего не хватает обучения в нашей школе. Если мы говорим о том, что может дать школа, научить детей общаться друг с другом и создавать вот эти вот проектные команды. В партнерстве тоже, вот, видимо, очень много сложностей возникает, в том числе и... Однозначно, потому что очень важно, вот, про команды я добавлю одну маленькую мысль о том, что очень важно уметь договариваться, уметь строить взаимоотношения, уметь выстраивать позиции и, более того, постоянно менять подходы и так далее. Потому что мир очень быстро ускоряется, и тебе нужно сегодня делать это, завтра это, но умение находить решения, принимать решения, это вот основное, что нет проблем, есть задача, ее нужно решить. Вот это тема предпринимателей. Ну вот мир быстро ускоряется, ускоряемся, наверное, сейчас и мы. Во-первых, огромное спасибо за такой интересный разговор. Ну, пожелаем всем, кто хочет выполнить, воплотить. И еще раз поздравляем всех предпринимателей города Самары с профессиональным праздником. Вы смотрели «Город С». Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова